здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем к этой вот шапки манишку я предполагаю что она это именно манишка будет интересовать тех кто вязал эту шапку поэтому начинаем не сначала вернее начала сейчас все расскажу значит пряжа бухнорки алиэкспресс ссылка под видео в описании будет вот количество пряжи на манишку вот количество пряжи на шапку видео под про начинаем вот почему я взяла шапку потому что начинаем мы точно так же как мы начинаем шапку поэтому вам в любом случае придется пересмотреть то видео чтобы начать вот этот узор узор тоже я кстати оставлю под видео в описании как бы разбор узора самого видео про шапку там как как и в круговую и как его сделать двухсторонним этот узор поэтому единственное различие у нас в том то на манишку я набрала 68 петель вот меньше чем на шапку и провязала 4 ряда резинкой 3 на 3 только потом начала делать узор и вот вижу я на пяти спицах вы можете вязать на круговый на у меня 16 сантиметров ну понятное дело она тянется я хотела вот так вот прям под горло чтобы было тепленько высоту тоже регулируйте девчонки это моя как бы высота а вы делайте так как вам удобно меряйте на себя либо на свой джемперочек который вы любите которые по вашему мнению сидит на вас превосходно значит у меня высота 19 сантиметров самого как бы с вам воротничка и теперь я буду делать добавление вот да до этого момента я вязала двухсторонним узором чтобы можно было и так завернуть и в одинарную общем чтобы можно было варьировать эти эти отвороты и я буду делать что я буду делать добавление то есть расширять эту манишку скорее всего что я перейду все-таки на круговые спицы потому что петли будут добавляться они будут слетать этих маленьких спиц вот далее девчонки так как петли мы будем добавлять в этом секторе где у нас по три петли здесь узор мы уже не вяжем и по сути нам он уже там и не нужен он будет находиться с изнаночной стороны вот то есть к телу поэтому уже нет смысла вывязывать этот узор узор мы будем вывязывать только на лицевых петлях а в изнаночных секторах вот сейчас я пройду один круг и добавлю по одной петле вот из протяжки я сделаю вот то есть теперь у нас изнаночных будет по четыре и вот так вот я по кругу я ориентируюсь на вот эту ниточку где у меня начало ряда по кругу я пройдусь добавлю везде изнаночных в секторах по одной петли и еще пробежу ровно какое-то количество скажу сколько так и так хочу вам показать видите здесь уже по четыре петли так и провязала я 4 ряда девчонки при этом узор не забываем про узор и что хочу сказать что добавлять петли мы будем в каждом пятом ряду то есть четыре ряда вяжем без изменений а в каждом пятом ряду вот визнанки неважно где в начале в конце в средине сейчас я вот добавлю посрединке вы добавляете эти петли через четыре ряда то есть в каждом пятом ряду и вот вяжем мы столько сколько мы хотим как бы длину этой манишки сейчас я еще немного покажу провяжу и покажу вам вот далее я буду вязать добавлять в каждом пятом ряду и потом вам покажу результат итак мои хорошие смотрите я сколько провела тут у меня это зависит от количества не так вот вот что у меня осталось поэтому я заканчиваю для манишки это достаточно больше не нужно вырез я считаю хватит вот сейчас я закончу это все дело заканчивать буду маленьким рюшиком как голова добавила его я всего восемь раз 8 петель добавила и вот эти вот секторы у меня получились по 11 петель в сантиметрах это что не обязательно можно вязать и больше и меньше у меня 12 сантиметров сейчас сделаю такой интересный край на рюшиком и закончу значит для этого я сейчас провяжу один ряд делая через каждую петлю накид петля накид петля накид петля накид петля накид петля накид и так по кругу вот сколько у меня я даже не знаю сколько спиц ой сколько петель у меня на спицах я просто добавлю еще одно такое количество пик вот прошла себя по кругу видите что забыла сказать что провязываю петли уже лицевой петлю же никакого узора ничего вот добавила я все петли по кругу теперь один ряд по кругу я вижу изнаночными петлями вот и накид и петлю я провязываю и изнаночной петлей и так один ряд провязала я изнаночным изнаночными петлями начала снимать видео не включила камер теперь я все петли закрываю закрываю не стягивая девчонки потому что нам все-таки нужен этот рюшик закрываю лицевыми петлями и так вот по кругу потом вот видите оно сложится в такой вот мягкий такой нежный рюшик так видите я закрыла по кругу осталось как красиво оно выглядит чуть-чуть они еще не улеглись но они улягутся и будут еще красивее поверьте мне вот так осталось замаскировать вот эти вот ниточки мне так все девчонки манишка готова достаточно смотрите довольно симпатично если для девочки розовенькую сделать для маленькой девочки уже будет очень красиво теперь хочу вам рассказать по поводу водолазки как вот по вот этой вот основе связать водолазку очень у меня есть видео я там тоже вижу такой подобный джемпер как этот я все ссылки нужные оставлю под видео все о чем я говорю все будет под видео в описании а пряжа шапка свитер узор все оставлю вот сейчас я просто хочу вам кратко рассказать кто просто как идеи значит вяжите вот начинаете точно также вяжите далее точно также добавляет добавляете единственное девчонки что хочу сказать по поводу добавления одну очень важную деталь мы знаем что в рекламе у нас добавлений приходится на один ряд 4 мы их делаем через ряд и всего их восемь в рекламе 44 рекламные линии по два добавления то есть основываться нужно на вот эту вот информацию в одном ряду должно быть добавлено 4 петли вот здесь вот у меня было добавлено 17 петель в круге потому что 17 рапортов я делала добавление в каждом пятом ряду но то есть 17 делим на 4 это 4 у нас я делала в пятом ряду для джемпера вы лучше делайте в четвертом ряду эти добавления то что видите вот здесь вот какой такой плавный скос джемпер нам нужен вот такой вот вот это очень важно значит в каждом четвертом ряду это при этой плотности вязания и при этой пряжи если вы вяжете другим как бы другой пряжей рассчитывайте точно так же чтобы у вас нет вот рассчитывайте по добавлению как как бы между этими полосами чтобы у вас приходилось на каждый ряд 4 добавления поняли да если 10 рядов то это 40 петель должно быть добавлено то есть рассчитывайте так с такой частотой добавления чтобы на каждый ряд приходилось 4 думаю понятно ну а далее вы вяжете дата до подмышек далее разделяете на рукав вперед спинку и довязываете уже без добавления то есть добавление только до подмышек вот это по сути круглая кокетка да вот и все девчонки и то видео мое пересмотрите чтобы вам принцип был понятен а начните вот так вот и у вас будет прекрасная водолазка вот прям шикарно так а что по поводу моего комплекта вот моя шапка еще что я сделала я еще связала перчатки ссылку на перчатки тоже оставлю кто не въел но я думаю этот мастер-класс уже видели все перчатки на двух спицах вот и вот буду носить такой вот комплект и девчонки все а на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока